В эфире служба новостей Саров-24 в студии Лидия Шулаева. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Новое направление. Запущено движение через 4-й КПП. Равновесие в искусстве. В художественной галерее открылась новая выставка «Союз сердец и судеб». В Доме молодежи прошел концерт для семейных пар. Далее расскажем обо всем подробно. 19 октября в 6 часов вечера открылось движение через 4-й КПП. Новый пропускной пункт значительно разгрузит транспортную развязку в направлении Нижегородской области. КПП оборудован 10-ю досмотровыми площадками для автомобилей и 6-ю проходами для пешеходов. Перед запуском движения представители Думы, администрации ядерного центра и Росгвардии встретились с журналистами. Для того, чтобы заработало новое северное направление на Нижний Новгород, не хватало только полноценно функционирующего контрольно-пропускного пункта. 203-я дорога и трасса Саров-Кременки сданы. Оставалось лишь укомплектовать штат комендатуры КПП. Все официальные процедуры соблюдены и новый КПП начал свою работу. Участвовал и федеральный ядерный центр постройки непосредственно контрольно-пропускного пункта. Необходимо было из города подвезти дорогу, и вы видите вот такую прекрасную современную дорогу. Необходимо было сделать выезд в область, и область здесь также хорошо потрудилась. Планируется, что к 2020 году путь из Сарова до Нижнего Новгорода сократится на 20 километров. Немаловажные функции нового контрольно-пропускного пункта – это разгрузка уже имеющегося направления через 3-й КПП. В скором будущем дорога будет оснащена системой видеонаблюдения. Произойдет это после того, как новая дорога появится в системе ГЛОНАСС. Установят также знаки и таблички с наименованием города. Мало того, там еще заложены деньги на ремонт дороги от Суворова до Кошелихи. Это еще будет продолжаться ремонт, на следующий год деньги запланированы. В честь такого важного для города события был организован автопробег по направлению Саров-Глухова. Его участникам посчастливилось первыми проехать через 4-й КПП и по новой дороге отправиться в Глухово. К слову, благодаря открытию нового направления время в пути значительно сократилось. Теперь до Глухова саровчане будут добираться не больше, чем за 20 минут. 4-я КПП позволила серьезно разгрузить временную составляющую. По расстоянию, конечно, примерно одинаковый маршрут получается по расстоянию, но по времени 4-я КПП серьезно разгружает. Добираться до ближайших населенных пунктов и Нижнего Новгорода саровчане смогут через 10 досмотровых площадок для автомобилей и 6 проходов для пешеходов. По предварительным оценкам, 4-й КПП может пропускать до 200 автомобилей в час. Воспитатель 44-го детского сада стала победителем и призером регионального этапа двух всероссийских конкурсов. Они проводятся для выявления, поддержки и распространения инновационного педагогического опыта работников и руководителей образовательных организаций. Представленные саровчанкой методические материалы вызвали большой интерес у экспертов. Работа с маленькими детьми – задача не из простых. Кто-то из них постоянно капризничает, а кто-то и вовсе не слушается. Но Наталье Чиеневой всегда удается найти с малышами общий язык. Вот уже 20 лет она работает воспитателем в детском саду и знает, как маленьким детям быстро надоедают серьёзные беседы. Чтобы заинтересовать своих воспитанников, ей приходится каждый раз придумывать что-то новое. Профессия мне очень нравится, профессия творческая. Она даёт много мне для саморазвития, для творческого роста. То есть каждый раз, идя в детский сад, я знаю, что меня ждут детки, что они любят. И я стараюсь какие-то новые идеи в свою работу приносить, искать что-то новое, интересное для них. Главное для Натальи – это воспитать в детях активность, творчество, самостоятельность. Она разрабатывает эксклюзивные образовательные проекты, которые часто отправляет на различные педагогические конкурсы. В конкурсах мы принимаем участие вместе с ребятами. То есть не только я как воспитатель участвую и привлекаю детей к участию в конкурсах. Отправляем их в творческие работы, на международные, на всероссийские конкурсы. У ребят очень много дипломов. Ну и также сама стараюсь саморазвиваться. Недавно Наталья участвовала в региональном этапе Всероссийского конкурса «Воспитатели России» в Нижнем Новгороде. В номинации «Лучший воспитатель образовательной организации» она заняла первое место. В проект педагога вошло сразу семь рубрик – «ССЭ», «Педагогическая деятельность», «Мой лучший проект», «Видеопрезентации» и другие. Эти рубрики оценивала жюри экспертные Нижегородской области, ставили баллы и по баллам уже выявляли победителей. В конкурсе, насколько я знаю, принимало участие около ста педагогов Нижегородской области. Пройдя региональный этап конкурса, работа Натальи Чиеневой отправилась в Москву на федеральный. Уже 1 ноября в столице подведут итоги и назовут имя лучшего воспитателя России. Межрегиональное управление номер 50 ФМБА проведет горячую линию. 2 ноября с 8 утра до 4 часов вечера пройдет горячая линия по фактам возможных коррупционных правонарушений со стороны федеральных государственных гражданских служащих, осуществляющих контрольно-надзорные полномочия в управлении номер 50 ФМБА России. Вопросы можно задать по телефону 39079. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Узнать об экзаменах можно будет по телефону. 1 ноября в Сарове запустят горячую линию по вопросам проведения экзаменационной кампании в 2019 году. Как сообщили в Департаменте образования, задать специалистам все интересующие вопросы можно будет по номеру 95521. Звонки будут принимать с 14 до 16 часов. Саровчане могут поддержать Росатом в голосовании за лучшего работодателя России по итогам 2018 года. Оно проходит на сайте рекрутингового агентства Headhunter. Госкорпорации представлены в категории энергетика, добыча и переработка сырья. Напомним, в прошлом году по итогам голосования Росатом стал лучшей госкомпанией для работы и занял второе место в общем рейтинге работодателей России. Три воспитанника спортивной школы КАР выступят на чемпионате мира по акробатике. Он пройдет в Санкт-Петербурге с 7 по 10 ноября. В состав сборной, которая будет представлять нашу страну, вошли саровчане Михаил Заломин, Александр Одинцов и Ирина Алексеева. Спортсмены поборются за звание лучших в двойном мини-трампе. Баланс между графикой и скульптурой. В художественной галерее открылась персональная выставка равновесия заслуженного художника России Олега Закоморного. Портрет, анималистика, жанровая и фантазийная композиция. Автор представил зрителям весь спектр своего творчества – от рисунка до монументальной скульптуры. На большом осеннем открытии в художественной галерее побывала наша съемочная группа. «Луна и совята», «Лосенок», «Портрет Софии» – работа Олега Закоморного так и приковывает взгляды ценителей искусства. Художник работает сразу в двух направлениях – скульптура и графика. «Равновесие между двумя этими искусствами дает мне какое-то соревнование между ними. Либо, наоборот, я дополняю одно другим то, чего мне не удается сделать в скульптуре, я пытаюсь сказать в графике, и наоборот». Олег занимается искусством всю жизнь. В выборе любимого дела, которое с годами переросло в профессию, ему помогли родители. Олег окончил Московскую среднюю художественную школу, затем институт имени Сурикова. Как признается сам художник, на создание работ его вдохновляет сама жизнь. Но главной музой остается супруга Ирина. «Одним словом, это тыл. Такой тыл. Очень надежный, очень прекрасный. Она все меня направляет. Это первые мы зрители. Я, конечно, привык ей во всем доверять». Персональные выставки скульптуры и графики Олега Закоморного проходят во многих городах России. В европейской части, на Волге, на Урале и в Сибири. Значительное количество произведений находится в собраниях государственных и областных художественных музеев нашей страны. «Скульптура Олега Закоморного – это высокий вкус, это узнаваемый стиль. И впервые мы видим работы, которых не видели раньше, которые выполнены в плоском рельефе с кружевными тенями. Это просто потрясающе». Увидеть необычные скульптуры и насладиться графическими работами приглашают всех желающих. Выставка продлится до конца ноября. Серебряные, жемчужные, коралловые и даже платиновые свадьбы. В Доме молодежи прошел торжественный вечер честования семейных пар, которые в этом году отмечают круглые даты совместной жизни. Юбиляры принимали поздравления и делились со зрителями секретами любви и взаимопонимания. В качестве музыкального подарка перед гостями выступили творческие коллективы нашего города. В уютном зале Дома молодежи собрались семейные пары разных поколений, профессий и взглядов. Чита-скорая отмечает 30-летний юбилей совместной жизни. В этот вечер Светлана и Михаил вспоминали важные моменты и с удовольствием делились с другими гостями своими секретами семейного счастья. Как в любой семье бывают и трудности, и ссоры, и конфликты. Надо как-то уметь и прощать, и идти на компромисс. И знаешь что, все проблемы, они когда-нибудь уйдут. Я бы хотел добавить, заботиться друг о друге, искренне заботиться в семейной жизни. Жемчужиной праздника стали пары, отметившие 60-летие супружеской жизни – семья Коршуновых и семья Елисеевых. Прожив вместе душа в душу больше полувека, они стали примером не только для своих близких, но и для всех окружающих. Самое главное – нужно беречь друг друга и заботиться друг о друге, заботиться, беречь, чтобы друг друга сберечь. Забота должна быть. Мало ли, заболело ли что-нибудь, где-нибудь, что-нибудь, все делить пополам. Нужна взаимность, нужно кому-то уступать и нужно беречься. И мало ли какие, и ссоры были, и все. Нужно как-то улаживать, как песня поется под зонтом. Праздничное торжество проходило с радостью и волнением. В теплой семейной атмосфере гостям удалось по-настоящему расслабиться, посмотреть концерт и принять участие в конкурсах. По окончанию вечера всем семьям вручили цветы и подарки. 27 октября в молодежном центре пройдет рок-концерт под названием «Музыка без градусов». Своё творчество зрителям представят два саровских коллектива «Океан» и «За Групп». Своими выступлениями рок-музыканты решили привлечь внимание к проблеме аварийных ситуаций на дорогах, причиной которых становятся нетрезвые водители. Подробнее о программе концерта расскажем в следующем репортаже. Как утверждает Андрей Кочкин, организатор рок-фестиваля «Музыка без градусов», он и его коллеги по музыкальному цеху не выступают за полный запрет любых спиртных напитков в стране. Они просто на своем примере показывают, как можно отдыхать, ловить рок-н-ролльный кураж и при этом не портить свое здоровье. Его можно брать вот здесь. Если ты в душе музыкант хороший и ты рокер, то ты этого сделаешь. И у тебя будет и драйв, и кураж, и все. Ты сможешь сыграть эту роль. На сцену молодежного центра 27 октября выйдут две группы «Океан» и «За Групп». Музыканты обеих команд подготовили программу практически на любой вкус и музыкальные предпочтения. Кроме собственных драйвовых хитов саровских рок-групп, зрители услышат и лучшие композиции российской и мировой рок-сцены. Группа «Океан» я надеюсь, что они исполняют хиты группы «Кино», потому что они часто работают в их стилистике. Мы возьмем на себя роль, скажем так, западных музыкантов. Мы подготовили очень много классных хитов, которые принадлежат и Робби Уильямсу, и Брайну Адамсу, и Бонжови. На совместной репетиции в молодежном центре ребята не стали раскрывать все секреты предстоящего фестиваля. Им хочется, чтобы те, кто придут на концерты, испытали тот же драйв и кураж, который будут нести им со сцены саровские рок-н-ролльщики. Ограничений на вход в зал нет. Единственное условие – вам должно быть больше 18 лет. Звучать лучшие рок-хиты начнут 27 октября в 6 вечера. Осень – пора простудных заболеваний, поэтому так важно быть во всеоружии. Натуральный мед укрепит ваш иммунитет. Всего одна ложка лакомства в день, и вам не страшны ни дожди, ни ветры. Простуда минует вас стороной. Огромный выбор сортов меда в Центре культуры и досугар Фиацвнеев. Там начала свою работу выставка «Медовая феерия». Десятки сортов полезного и очень вкусного лакомства меда вы найдете в Центре культуры и досугар Фиацвнеев. С 20 по 24 октября там проходит ярмарка «Медовая феерия». Пчеловоды Михайловы предлагают своим покупателям лучшие сорта меда со своей пасеки, качество которых они гарантируют лично. Приезжая в наш город, они внимательно следят за тем, чтобы ассортимент полезного лакомства удовлетворял каждого. Поэтому на «Медовой феерии» можно найти достаточно редкие сорта меда. Например, дальневосточный шмелинный мед. Он насыщен полезными веществами и идеален для больных диабетом. А еще любимый многими хвойный мед. Конечно, на ярмарке вы найдете и традиционный мед – липовый, майский, цветочный, высокогорный. И мед с акации, который полезен и подходит как взрослым, так и детям. «Мед с акации – очень хороший мед. Он, во-первых, не кристаллизуется. Он очень долго стоит в жидком виде. И полезен детям. Аллергию не вызывает». Осенью в сезон простуд и вирусных заболеваний необходимо заботиться о своем иммунитете. И тут на помощь придет мед с продуктами пчеловодства. Например, хорош для профилактики прополисный мед. На ярмарке есть мед только с прополисом, а также с прополисом и кедровой живицей. Мед диких пчел также содержит в себе продукты пчеловодства – соты, пергу, пыльцу. Он, кстати, представлен и в фильтрованном варианте. А еще поможет укрепить вашу иммунную систему мед с пергой. «Мед с пергой – это в первую очередь. С утра по чайной ложечке – это замечательная вещь для иммунитета. Иммунную систему укрепляет хорошо. А также еще и все хронические заболевания, потому что в перге очень много полезных свойств». Ну и, конечно, на ярмарке «Медовая феерия» вам предложат и сами продукты пчеловодства – перга, пыльца, маточное молочко и настойка прополиса на воде. Если вы самостоятельно не справитесь с выбором, пчеловоды Михайловы придут на помощь и посоветуют мед, который идеально подойдет вам. Ну и, конечно, все сорта можно попробовать лично. Не пропустите! Ярмарка «Медовая феерия» работает в Центре культуры и досуге «Рфиацвнеев» с 20 по 24 октября с 10 утра до 6 вечера. И расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работала Лидия Шулаева. Всего вам доброго и хороших вам новостей!